ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого, все преимущества премиальной карты мастер-карт снова мои. Я так приехала сюда, как будто у меня здесь очень важный бизнес-рабочие встречи. Но на самом деле так и есть, друзья, потому что мы в Испании! Всем привет. Да в смысле всем привет? Мы в Испании, мы в Европе, это Пальма де Майорка. Ладно, короче, что мы знаем? Мы знаем, что здесь невероятно красиво. Что здесь есть хамон, что здесь есть вино, что здесь есть испанцы, что здесь есть архитектура, что здесь есть яхты, есть пляжи, здесь есть все, потому что это Испания! И это считается не просто Испания, а люксовая Испания. Поэтому очень важно, чтобы в этой люксовой Испании были деньги. А деньги будут, как вы думаете, у кого, посмотрите на нас. Все, давай. Давай, и что? Орел. Мешку! Так, я сейчас буду кричать или молчать? А я буду кричать!!! Держи свой кожаный пиджак. Но это не работает вместе, посмотрите, это просто ужасно, это прекрасно, это просто издевательство над брендами, над люксом и над модой. Отныне в Орел и Решке богатые будут выглядеть вот так. Все. Все. Это позор проекта. Майорка. Остров, где старое легко уживается с современным. Большое гармонично сочетается с малым, а комфортное граничит с экстремальным. То, что нужно для уикенда девчат. Ну что, мои сто баксов превратились в восемьдесят четыре евро. Уикенд начался. А продолжу я его поиском транспорта в город. Друзья, я скажу сразу, такси дорого. Единственный способ экономно добраться до центра города, это конечно же автобус. За эти деньги я буду ехать полчаса в полупустом автобусе. Удивительно, конечно, мы проживаем время вот с этой пандемией. Ну типа Орешка еще никогда столько не снималась в масках там с закрытыми лицами. Вот сейчас едешь и понимаешь, что это норма и даже нельзя снимать, потому что ты в плотном таком пространстве. Когда у тебя безлимитная карта, можно самоизолироваться в личном вертолете. Это и быстро, и комфортно, и остров можно хорошенько рассмотреть. Ну что, погнали посмотрим, что это за остров такой, Майорка. Все, взлетели, погнали! Майорка влюбляет в себя с первого взгляда. Начинается красота! Вот я себе так Майорку и представляла. Это холмы. На этих холмах кое-кде встречаются хаскенды. Такие строения времен Средневековья, а-ля там 1670-1780 год. Красивые какие-то испанские поля с плотациями мандаринов и вот эти горы. А у подножья гор маленькие испанские деревушки. И там побережья, и… Боже мой! Неудивительно, что остров с таким обилием красот и мягким средиземноморским климатом считается одним из главных курортов Европы. До всемирного карантина сюда ежегодно приезжало около 10 миллионов туристов. А еще именно на этом острове проводят свои каникулы члены испанской королевской семьи и покупают недвижимость мировые звезды. Поэтому на Майорке есть все условия для роскошного отдыха. Его я и планирую устроить в этот уикенд. У меня впервые в жизни такое желание. Мне хочется просто взять, выпрыгнуть из вертолета и вязать, смотреть Майорку. Вот так просто всю, без установки, без сна, без ничего. Я просто хочу исследовать этот остров здесь. Исследовать Майорку я начну с главного города острова – Пальмы де Майорка. Погнали смотреть город. Город Пальма старейший на планете. Ему более двух тысяч 100 лет. Назван римлянами в честь растения пальмы, которое считалось деревом победителей. За свою многовековую историю город был и торговым центром Средиземноморья, и пиратской столицей. А начиная с 60-х годов стал крупнейшим туристическим центром Европы. Правда, сейчас этот центр выглядит вот так. Ребята, вы только посмотрите, у меня такое ощущение, знаете, как будто я попала в музей, в огромный-огромный музей с декорациями, и он открыт только для меня одной. Потому что нет никого. Как будто какой-то город-призрак. Просто вау. Даже хочется шепотом говорить. Офигенно. Зато все достопримечательности можно осмотреть, не проталкиваясь сквозь толпы туристов. Дорогие друзья, вашему вниманию предоставляется Пальмский собор, который строили почти 400 лет. И поэтому в нем намешано очень много разных стилей. Выглядит он, конечно, классно. Внутрь, к сожалению, зайти нельзя, поэтому любуемся, смотрим со стороны. Пальмский собор один из крупнейших в Европе. Длина – 120 метров. Ширина – 40 метров. Площадь, как футбольное поле с трибунами. Одновременно собор может вместить около 18 тысяч человек. Очень масштабно, очень величественно, очень мощно, очень пронизывающе и очень вдохновляюще. Не обошлась история города и без курьезных достопримечательностей. Ну что ж, время занимательных историй, друзья. Мы находимся возле почтового отделения, которое славится человеком, которого посадили на 384 1919 лет в тюрьму. Почему? Короче, смысл в том, что он работал здесь, почтальоном, в какой-то момент решил, что у него слишком большая нагрузка и пора бы ему разгрузиться. Короче, половину писем он тупо не доставлял. То есть он скидывал их, выкидывал и не клал в почтовые ящики. А здесь очень строгий закон, связанный с этими самыми письмами. Одно недоставленное письмо грозит девяти годам лишения свободы. Вот как-то так. Ну и, соответственно, вот считайте, сколько человечек не доставил писем с учетом того, сколько ему дали лет. Вот сидит в тюрьме, пишет теперь сам их тоже кому-то. Ну и наконец, третья знаковая достопримечательность пальмы – замок Бельвер. Я еще никогда не была так близко. Короче, тут можно увидеть ров. Там была вода и вот там вот эти все крокодилы, акулы, кусачьи всякие водные жители, которые не пускали врагов и туда скидывали каких-нибудь грешников. Круто! А вот башня, это же все как из сказок. Реально фантазия просто бушует здесь, когда представляешь, что здесь происходило, как здесь жили. Замку Бельвер уже 700 лет. Он считается самой старой средневековой крепостью в Европе, сохранившейся до наших дней в отличном состоянии. В переводе его название означает прекрасный вид. И не зря. Здесь открывается вид на все 360 градусов. То есть мы видим и город, мы видим и море, мы видим и ландшафты, и зеленушечку, и деревушечку, и горы. Мы видим все. Очень красиво. Безумно красиво. Невероятный вид. Ну что ж, про Майорку я вам рассказала, пора и развлечься. Для начала арендую авто. Но не простое. А Порш Бокстер! Порш Бокстер, это современный вариант культового Порше 718. Легендарного гоночного автомобиля, который в 60-х с ошеломляющим успехом вырвал победы на именитых гонках. Бокстер 718 это вообще отдельная история. Вот для того, чтобы понять, что это такое, откройте сейчас свой поисковид и забейте в строке поиска бокстер 718, посмотрите на самую первую версию этого автомобиля. Он тогда, когда его только сделали, он за счет своей легкости надирал задницу абсолютно всем машинам на Формуле-2. То есть Формула-1 это совсем скоростные тачки, а вот это, это была номер один машина. Машина, на которую приятно смотреть, ее еще приятнее водить. Она просто идеальна. Ну и самое главное… Спасибо, сеньоры! Я счастлива, я искренне счастлива. Это лучшие дни в моей жизни. Наконец-то, друзья, наступил тот день, когда мне кричат и аплодируют все мужчины на улице. И для этого всего понадобился всего лишь Порше. И все. Желанное вы пока. Привет, Пальматы, Майорка! Кроме каменных достопримечательностей, Майорка славится своими древними ремеслами. Одно из них – стеклодувство. Вы можете видеть, как еще по старым традициям мастера делают вот эти вот все стеклянные композиции. Эта мастерская старейшая из всех сохранившихся на острове. Здесь выдувают стекло так же, как и 300 лет назад. Заготовку из расплавленного стекла крепят на специальную длинную палку-трубку. Далее мастер выдувает этот комочек необходимых размеров. Потом придает форму. Если же стекло остыло, его еще раз нагревают в печи при температуре более 1000 градусов. Далее изделия долепливают и отправляют остывать. При этом создавать два идентичных предмета невозможно. Поэтому каждое такое изделие обретает еще большую ценность. Так, самая маленькая рюмочка, созданная таким способом, стоит от 20 евро. Не, выглядит это, конечно, все супер, как-то, знаете, даже художественно. Потому что, во-первых, место удивительное, мастерская, которая еще с тех времен. Традиции по выдуванию этого стекла тоже все сохранены. И вот они сидят и по этим вот всем заветам и правилам делают фантастические вещи, конечно. Какой богатый отдых без богатых апартаментов. И такие на Майорке есть. Находится в старинном здании пятизвездочного отеля Кан Бордой. По версии престижной премии World Travel Awards, его признали лучшим отелем класса люкс в Европе в 2020 году. Сейчас посмотрим, что же это за лучший люкс. Мой номер за 925 евро представляет собой всего одну комнату. В которой гостиная плавно перетекает в спальню. Спальня переходит в каминный зал. Откуда сразу же попадаешь в ванную комнату. Но и это еще не все. По всему номеру видны трещины. На полу лежит выцветший ковер. И стоит мебель, которую у нас бы уже давно выкинули на свалку. Первое ощущение, что ребята здесь забыли сделать ремонт. Типа что? Почему такие старые стены? Все дело в том, что в Европе сейчас популярен новый взгляд на люкс. Теперь дорого-богато в понимании дизайнеров это сочетание антиквариата с современным. Вот, например, телевизор в картинной раме 19 века. Или вот, это сундук. Но здесь есть… Радион брожен, из него играет фантастическая музыка прошлого столетия. Вау. Так, и тут же мы открываем этот фантастический сундук. И попадаем в бар. А все это сделано для того, чтобы постоялец, живя в таком номере, чувствовал себя путешественником во времени. Я просто путешествую во времени в этом номере и в этом отеле. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Про огонь и воду вы знаете. Вот еще одна. Премиальная карта Мастеркард. С ней оплаты быстрее, удобнее и бесконтактные. А главное, ее владельцы всегда получают лучше. Так как на Майорке сейчас конец сезона и в связи с пандемией цены на отели, конечно же, снизились. Поэтому мне супер повезло и я урвала себе лакомый кусочек вообще вот за такую цену, вот за такую. Номер в отеле в самом центре Пальмы обошелся мне в 30 евро. Но и это еще не все. Сейчас я вам расскажу, в чем состоит Amasavish этой истории. Чтобы вы понимали, отель не имеет человека на ресепшене, здесь нет вообще никого. Он, скажем так, оборудован под пандемию, под ковид. Мне пришла смска с кодом. Я его ввожу и достаю ключик от своего номера. Взамен накладем сюда денежку и закрываем. Все, погнали осмотрим номер. Такой, знаете, как будто квартирку сняла, а не отель. Итак, как же выглядит мой номер за 30 евро? Комната с огромной кроватью. Шкаф с сейфом. И уборная. Это все. Тут просто одна большая кровать. Но, ребята, она просто великолепна. Посмотрите вот на эти подушечки. Они же вот, оно же все такое как будто новенькое, чистенькое, офигенное. Такое все прям с любовью. Вон свет, пожалуй. И вид. У меня есть телевизор. У меня есть все. У меня есть все для того, чтобы почувствовать себя счастливым бюджетным туристом. О-фи-геть. Одно из популярных развлечений на Майорке, это, конечно же, посещение уютных ресторанов и кафешек с традиционной испанской едой. Но я пошла дальше и приехала в очень необычный ресторан. Его необычность видна сразу. На входе тебя встречает пара толстеньких поросят. Фишка в том, что здесь их выращивают не на убой, а для развлечения посетителей. Держи. Да не бойся, не бойся, давай. Ну, кушай. Это просто как, не знаю, как завести собаку или кошку. Здесь живут поросята и они очень милые, они увиляют хвостиками, хрюкают, бегают. Но это очень необычно. А все потому, что этот ресторан веганский. То есть все блюда здесь готовят из растительных ингредиентов. Вот, например, пицца. Вместо теста – безглютеновый крекер. Вместо сыра – паста из орехов кешью. Вместо мяса – грибы. Ну и обилие свежей зелени. Ну, согласитесь, на пиццу это вообще мало похоже, но пахнет очень вкусно. Какими-то специями, чесночком, бальзамическим таким соусом. Пахнет необычно. Как обычно пахнет пицца? Сыр, колбаска, сверху лучок, перчик, все, что в холодильнике завалялось, все закинули на тесто, запекли. Оно все с жирком. Тут жира ноль. Ну это вкусно. Это действительно вкусно. Так и правда вегетарианцам стать не грех. Ну честно, чуть-чуть хамончика или какой-нибудь вяленой колбаски, ну не помешало бы. Идем дальше. Блюдо второе – кальмар в панировке. Только вместо кальмаров тут грибы с шитаки. А еще салат из свежей зелени и соус из перца и помидоров. Из кальмаров здесь, похоже, только панировка. Но очень забавно, это правда. То есть понимаете, люди берут и говорят, мы больше не будем есть кальмаров. Называют блюдо кальмары и готовят что-то другое под видом кальмаров. Я не говорю, что это не вкусно, но это не похоже на морепродукты. Единственное, что похоже, это текстура, плотность. То есть вот когда кальмары ешь, они такие чуть-чуть скользкие, такие жестковатые. Ты их так разжеваешь, разжеваешь, разжеваешь. Похоже. Но на вкус не кальмары. И мозг такой, да что я ем, черт подери. Да что, черт подери, чем ты меня кормишь? И я такая, это кальмары. И жрем, жрем, жрем. Он такой, хватит врать, это не кальмары. Говорит, да кальмары это. И вот начинается вот такой диалог внутри себя. Ну и гвоздь нашей сегодняшней веганской программы ШНИЦЕЕЛЬ! Опять же, вместо телятины тут СИТАН. Мясоподобный продукт из пшеничной муки и воды. Подается с картошкой и безлактозным чесночным йогуртом. Вообще не шницель. Ноль. От слова шницель ни одной буквы, ни ш, ни ц, ни так далее. Это какой-то размокший кусочек хлебушка. Сейчас мы берем вот этот шницель, вот в этот соус, и вот тебе какие-то драники с чесночком. Но все равно же вкусно. И ни одна свинка при приготовлении этого шницеля не пострадала. А это, честно, приятно об этом думать. Веганские изыски я оставлю Юле, а сама поем нормально. Для этого я пришла в заведение Селар Сапрензо. Ему 63 года, но в чем фишка, прикол. Раньше сюда приходили тореадоры, и им настолько здесь нравилось, что они стали оставлять свои плакаты, вывески и, представляете, вот этим вот бумажкам, ну типа по 60 лет. Это просто полный баллозер. Здесь очень харизматично, аутентично и классно. А полюбилось это место всем своей простотой и понятной едой, как у мамы и у бабушки на кухне. Поэтому до сих пор сюда идут местные, чтобы поесть, ну а туристы, чтобы открыть для себя кухню Майорки. Пробовать я буду местное традиционное блюдо, которое называется аросбрю. Звучит красиво, да, переводится как грязный рис. На самом деле это одна из разновидностей паэлли, а паэлли я очень люблю, поэтому сейчас с удовольствием будем пробовать эти все испанские явства. Майоркинская паэлли – это рис с мясом, приготовленный в кастрюле с большим количеством бульона и обязательно с приправой шафран, которая дает бульону вот такой цвет, из-за чего блюдо и называют грязный рис. Короче, я вам так скажу, мне неслыханно повезло, посмотрите какая-то огромная порция, я ее даже всю не съем. Во-первых, эта паэлли выглядит больше как супчик, но прикол в том, что она мне досталась за 4 евро, а вообще она стоит 14. Но есть, так скажем, счастливые субботы, в которые ты можешь прийти и урвать это прекрасное явство за 4 евро, что мне не удалось сделать. Все, ем. Бульон потрясающий, он такой остренький, жирненький, пропитан мясцом, потому что здесь разные виды мяса, насколько я поняла, тут и курочка, и говядина, тут даже улитки есть. Вкусно, классно, балдежно. Конечно, она отличается от классической паэлли, которую я пробовала и в Испании, и в Италии, где я только ее не пробовала. То есть там больше такая густая история, а здесь вот прям такой хороший, наваристый супчик. Короче, отличная, отличная похлебка. Вот такая вот. И вот то, что это мне все досталось за 4 евро, это просто какой-то подарок судьбы. Сенька, даже ты можешь ложечку съесть. Очень вкусно, советую, рекомендую. Еще в таких аутентичных местах заходят на ура. Вы знаете, вся эта атмосфера в отеле, она как будто бы переносит меня в мюзикл семидесятых. Ура. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Самое ценное забыла спрятать. Спокойной ночи, любимый. И спокойной ночи вам. Сейчас буду код писать, не смотреть. Раннее утро Майорки встретило меня туманом и теплой влагой испанской росы. А проснулась я рано ради еще одного популярного развлечения на Майорке. В полете на воздушном шаре. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Все-таки 7 утра. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Доброе утро всем. Все, пять минут и выхожу. Пять минут, Саш. Доброе утро! Все, правда, все получилось. Так мягко взлетели, круто. Полеты на воздушном шаре не редкость для Орла и Решки. Но Майорка смогла удивить. Боже мой! Боже мой! Боже мой! Полет на воздушном шаре это в любом случае очень романтично и красиво. Вон этот туман добавил какую-то невероятную прибраву ко всей этой красоте. Это как будто бы вообще другое измерение. Вот такое ощущение, что там внизу это облака и потом идет небо и опять облака. И это просто, это как какой-то новый ракурс, под которым можно вообще посмотреть на планету Земля. Мне кажется, это фантастика. Я дозорожена. Кроме того, у полета на воздушном шаре есть еще одно преимущество. Но в отличие полетов на вертолетах, самолетах, всяких гидропланах и так далее, здесь ты путешествуешь и слышишь природу. Ты слышишь, как поют птички, как лают собачки, как дует ветер. Я влюблена в Майорку и то, что я вижу сейчас, это фантастика, правда. Это не что иное, как ключи от моего автомобиля. Ну а что, денег у меня осталось, а здесь прекрасные красивейшие села, поселки. И я еду на них посмотреть. Я в кожаном пиджаке поеду в село. Стоимость аренды обошлась мне в 27 евро. Но я ничуть об этом не жалею. Вот это картина! Ого! Ого! Обалдеть! Боже, это невероятно! Господи! Первая моя остановка – деревенька Вальдемосса. Это крохотный населенный пункт с населением всего 2000 человек. Сначала среди этих лесистых холмов жили монахи. Потом это место облюбовала творческая элита. В том числе композитор Шопен и писательница Жорж Санд. А сегодня сюда приехала я. Ммм, боже, друзья, я обожаю такое. Я так счастлива всегда, когда у меня выпадает возможность попутешествовать в таких местах. Это же, понимаете, кусочек испанского счастья. Это как свежий хамон на свежий круассан, на свежий багет. Короче, очень круто, мне очень нравится. Почему европейцы? Они такие другие, они такие живые, понимаете? Они все живут, разговаривают, пьют кофе, вино. Короче, на самом деле очень приятные такие чувства внутри. Потому что сейчас из-за пандемии многие места закрыты, многие не работают. Эти улицы, чтоб вы понимали, в будние дни вообще пустые. Люди выходят только по выходным и сразу наполняются всю жизнь. Сейчас солнышко выглянуло и все такие, такие классные. И прям хочется всех обнять. Но главная фишка этой деревни вот. На Майорке у каждой деревни есть свой покровитель. И его изображают на таких вот плиточках и вешают на каждый дом, чтобы он оберегал. Покровитель Вальдемоссы – Каталина Томас. Простая местная крестьянка, которая решила стать монахиней в 12 лет. И вот благодаря своей смиренности и добрым делам ее причислили к лику святых. Причем каждая такая плиточка уникальная и вы не встретите двух одинаково. Они все разные, все эти плиточки абсолютно разные. Еще одно популярное развлечение на Майорке – скалолазанье. Это мой первый раз. Вот. И я скажу вам, что пока что один из приятных бонусов такого вида спорта – это всегда очень подкачанный, красивый, в моем случае еще и голубоглазый инструктор. Быстрая экипировка. Короткий инструктаж. И вперед. Ну что, погнали, попробуем. Изначально мне казалось, что это вообще легко и я за секунду туда взберусь, но что-то мне подсказывает будут трудности. Господи. О боже. Вот казалось бы, да? Есть деньги. Лежи себе. Ешь устрицы, ежей морских. Нет япрус лазить по скалам. Что же толкает людей с деньгами карабкаться на гору? Во-первых, чувство адреналина. Ведь, несмотря на страховку, боязнь сорваться с высоты никуда не пропадает. Ну я не понимаю, за что тут цепляться все. Это мой уровень пока что. Блин, никто там еще лезть и лезть. Во-вторых, скалолазание сродни медитации. Ты напрочь забываешь о всех проблемах. Есть только ты, скала и финальная точка, куда надо добраться. Такой размеренный вид спорта, в котором ты думаешь не только куда тебе поставить ногу и руку, но еще можешь подумать о жизни, что ты делал в жизни не так. В-третьих, во время скалолазания ты тренируешь все группы мышц, растяжку и даже мозг. Ведь свой подъем надо просчитывать на несколько шагов вперед, как в шахматах. Господи, куда дальше-то? Сейчас, нормально, вот сюда. Вот сюда. Оп-оп-оп-оп. О боже, ногу куда поставить? Ногу куда поставить? Сюда поставить. Руки трясутся. О да, я поперлась. А дальше как? В-четвертых, это прекрасная возможность побороть свой страх. Ай, черт. Ай-яй-яй. О боже, о боже, о боже. Ноги трясутся сильно. Фух. Ну и наконец, в-пятых, когда ты достигаешь вершины собственными силами, преодолев все страхи и трудности по пути, ты получаешь неимоверный заряд уверенности в себе. Ай, зараза, я долезла. Я себе пообещала, что несмотря на весь свой страх, на все переживания, на то, что ноги будут трястись, а они тряслись, и руки будут трястись, и они тоже тряслись, я залезу на вот такую высоту. Смотрите. Ну и конечно же, главное развлечение богача на Майорке – это арендовать лодку и отправиться наслаждаться теплым испанским солнцем и видами Средиземного моря. Одним словом – красота. Услуга предоставлена. Пора платить. Под конец своего уикенда я решила заехать еще в одно место. Поговаривают, что на Майорке одни из самых красивейших закатов в мире. Что ж, я пришла это проверить, а советую еще провожать его за чашечкой местного кофе под названием бомбом. Пойдемте попробуем этот бомбом. Кофе бомбон в переводе означает кофе-конфета. И вот почему. В эспрессо, скажем так, добавили просто три чайных ложки сгущенного молока. Попробуем. Слушайте, если честно, это даже размешать сложно, потому что здесь вот реально тонна сгущенки. Честно, это похоже на какой-то сироп. Но я попробую, ладно. Сладкоежкам, наверное, точно понравится. Кофе бомбон привезли из Филиппин испанские колонисты. Тамошний сорт кофе был более горький, чем они привыкли. Поэтому им приходилось добавлять в него уйму молока и сахара. Ну, бомбом, друзья. Жеееесть. Господи, хочется тонну воды выпить. Это очень сладко. Это даже чересчур сладко. Какая-то… зачем? Ну, типа я не понимаю просто смысл этого кофе. Как бы не бодрит, ты больше в шоке. В чем прикол? Чтобы ты взбодрился и у тебя слиплась попа? Если так, то, конечно, есть все шансы. Ну, а теперь бодрячком идем смотреть лучший майоркинский закат. Да, а что, все время под камушком, да под камушком, под кустиком, да под кустиком. Я решила, как настоящий клад, зарыть бутылочку со 100 долларами. Отрываю от сердца, демонстрирую вам заветные денежки и бросаю в бутылочку. Очередной клад от Орла и Решки спрятан на острове Майорка в городе Пальма. В парке Риберро со стороны улицы Карер дель Саркас. Парк, самая верхняя точка, холма, пенек, бутылочка. Удачи! Майорка как гостеприимная бабушка для озорных внуков. Рассказывает истории про сказочные крепости. Невероятный вид. Кормит домашней едой и разрешает подолгу гулять во дворе. Поэтому сюда хочется приезжать каждые выходные. Красота! Ну, бом-бом, друзья. Просто вау. Это очень необычно. Почему у нас тут деревню не строить? Фантастика. Правда, это… Солнышко выглянуло и все такие классные. Прям хочется всех обнять. Как ты меня слабо обняла… Где испанская страсть? Ты не забывай, я понимаю, что мы в командировке уже очень долго, но я твой напарник, я женщина, я замужем. Женщина. Ладно, все, рассказывай, как твой уикенд, женщина. Я ехала сегодня на машине и такая размышляла. Ты на машине есть? Да, да, да. Я такая, вот как здесь лучше, бюджетному туристу или богатому туристу? Любому будет классно. Нет, правда, не важно, но это настолько красиво. И больше всего меня покорили, конечно, вот эти поселки, в которых я была. Они красивые и безумные, там такие, это деревни, брат. Да, европейская деревня. Да, блин, почему у нас таких деревень нет? Эх, жаль. Как твой уикенд? А вот так, смотри, у меня отель, произведение искусства, у меня еда, произведение искусства, у меня машина, произведение искусства. И это сейчас без преувеличения. Правда, красивые мужчины, прекрасный остров в Крыму. О, все понятно. Ну ладно, чтобы все понятно. Подожди, ты просто не видела моего Хуана, я лазила по скалу. Да подожди, ну какого Хуана, блин? А, ладно, еще потом просто. Дорогие друзья, увидим в своем следующем городе, какого Хуана? Хуана, Хуана Донжуано. Пойдем, я расскажу, покажу, он голубоглазый и смуглый. Пока! И мне вам красidy! Пока!